26 апреля в России вспоминают жертв Чернобыльской катастрофы. В этот день, в 1986 году, на четвертом блоке станции произошел взрыв. Авария считается крупнейшей в своем роде за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий участвовали химчане. Традиционное возложение цветов прошло в сквере Марии Рубцовой. В ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы принимали участие 700 химчан. Это те, кого отправили сразу после аварии, и те, кто работал на объекте в последующие годы. И те, и другие подвергали свою жизнь большой опасности. Многих уже нет. Почтить их память собравшиеся пришли к монументу, мужеству и стойкости. 27 лет назад произошла страшная катастрофа. От всей души в этот день, в 27-ю годовщину, я хочу сказать спасибо, почтить память уже ушедшим и поблагодарить оставшихся, дай бог им, долгих лет жизни и здоровья. Владимир Комарницкий – ликвидатор с большой буквы. Из Химкинского союза чернобыльцев он дольше всех был в зараженной зоне. С мая 1987-го и до конца года ремонтировал технику. Я специалист широкого профиля, сварщик всех видов, ручной, электро. Занимался в основном ремонтом техники, которая выходила со строя на станции. Она не выдерживала, вот я там меня ремонтирую. В 1986-м году я был направлен в командировку для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Работали в самых зонах с самыми высокими уровнями радиации. Помянуть товарищей, с которыми вместе работали. Пожелать, чтобы им там хорошо жилось. Напомнить о том, что мы еще живы и помним их. Сейчас в Химкинском союзе чернобыльцев 446 ликвидаторов. С каждым годом их становится меньше. Для нас этот день является святым. Ради людей не забывается. И для молодого поколения, которое будет жить дальше, они видят, как относятся к героям. И поэтому они будут продолжать святые дела. Торжественное возложение к монументу стойкости и мужеству химчан прошло. Но вот памятные мероприятия на этом не закончатся. Они продолжатся только уже в школах, где ликвидаторы чернобыльской катастрофы уже расскажут подросткам о событиях тех дней. Екатерина Зайнулова, Олег Мелехов, Служба новостей.